уважаемые зрители добрый день наша жизнь такая штука которая состоит из очень очень разных аспектов работа у кого-то бизнес семья дети родители окружение родственники социум все что нас окружает это окружает нас и вот всем этом конгломерате того что происходит есть мы наша личность наше ощущение наше тело и есть то что мы называем счастьем удовольствием от жизни и самое парадоксальное что люди которые живут в одной и той же ситуации оказываются в одном и том же состоянии они совершенно по-разному описывают свое состояние они по-разному себя чувствуют вопросы личной эффективности вопросы отношения к этой жизни они находятся как вот как многие говорят как действительно существует они находятся внутри нас и как относиться к жизни правильно как понимать окружающий мир пропуская через призму себя эта тема которая последнее время связано неразрывно с понятием коуч коуч личной эффективности коуч персональный или другие форматы вот мы об этом много слышим но зачастую мало касаемся этой темы потому что ну наверно не у каждого есть возможность поговорить с коучем именно в такой непрофессиональной простой обычной обстановке и вот сегодня мы попробуем это сделать и у нас в гостях ольга ларина коуч личной эффективности здравствуйте орли здравствуйте максим здравствуйте уважаемые зрители а вот ольга а скажи вот я не являюсь профессионалом с точки зрения вот именно коучинга я знаю что это технологии этот подход этот формат общения пришел к нам запада и он отличается от таких вещей как наставничество тренинги и и в основном если я правильно понимаю коучинг касается личной эффективности да вот из чего же складывается личная эффективность с точки зрения коуча безусловно у каждого специалиста есть свой взгляд на этот вопрос я считаю что у личной эффективности человека есть три основные составляющие это мотивация это приоритеты и это саморазвитие без мотивации невозможно движение вперед потому что именно мотивация дает ответ на вопрос зачем ради чего человек встает по утрам ради чего он едет на работу или продолжает развивать собственный бизнес приоритеты в свою очередь они дают человеку понимание очередности задач какие задачи являются срочными какие не срочными какие важны и какие не важно в свою очередь саморазвитие это возможность не останавливаться если человек хочет быть эффективен если человек хочет становиться лучше он не может останавливаться он будет читать новые книги был ходить на какие-то лекции на какие-то тренинги на какие-то мероприятия Он будет пробовать новые подходы, планирование времени, распределение. Это всё время процесс без остановки. Это процесс движения вперёд длиною в жизнь. То есть в моём понимании вот такие три основные составляющие. Ну и первый из этих элементов – это мотивация. Вот твоя картинка, мотивация – это что? Мотивация – это ответ на вопрос «Зачем?». У каждого человека он свой. Кому-то нужно доказывать что-то окружающим, возможно, семье или социум, или коллегам. Кому-то очень важно доказать что-то себе. И бывает, что люди, которые доказывают себе, иногда являются перфекционистами. Не всегда, но бывают у людей завышенные требования к себе, к своей работе и к чему-то ещё. Возможно, у человека есть действительно достаточно высокие амбиции. И человек понимает, что он достоин большего. Он хочет жить в другой квартире, он хочет отдыхать в других странах, иметь машину или иметь машину другого уровня. Это амбиция, они двигают его вперёд. Но рано или поздно человек всё равно сталкивается с вопросом «А к чему?», «Зачем всё это?», «Ради чего?». Это вопрос идентичности, это вопрос миссии. Но прежде всего это вопрос мотивации. Склонен с тобой согласиться, потому что обсуждали с специалистами по HR и так далее. Тема мотивации и стимулирования. Вот мотивация, насколько я услышал, это то, почему мы действуем. Почему я выбираю именно такой вариант или такой, почему я стремлюсь туда. Тут, конечно, есть вопрос. И вот вопрос, который я хочу задать тебе. Мотивация, она же... Может ли она быть фальшивой? Ты знаешь, тут вопрос скорее не о мотивации, тут скорее вопрос о целях. Потому что цели, безусловно, могут быть наносные, они могут быть привнесены социумом. Вот я хочу машину. А на самом деле у человека не нужна машина, а он просто не хочет выглядеть хуже других, например. Или точно так же, я хочу иметь высокооплачиваемую работу. А на самом деле у человека не лежит душа к работе, допустим, в корпорации. В принципе, он хочет работать, иметь свой маленький бизнес. Но так как модно и престижно иметь высокооплачиваемую работу, человек идет за этой целью на самом деле не в свою сторону. То есть, да, если вот говорить метафорически, можно долго взбираться по лестнице, а потом увидеть, что она была приставлена ни к той стене. И чтобы вот все-таки не тратить на это годы жизни, то в том числе можно, конечно, поработать с коучем и в диалоге, в конструктивной беседе с помощью различных техник и упражнений. Прояснить для себя, в том числе, такой вопрос, как истинность цели, за которой я иду. А вот здесь вопрос, если у тебя, как у профессионального коуча, возникает ситуация, когда, грубо говоря, человек как на исповеди, говорит о каких-то вещах, которые идут в разрез с законом. Существует ли какой-то, как у священников, кодекс, который не позволяет об этом говорить, даже если, ну, это уже получается нарушение закона. Вот здесь как? Это очень сложный на самом деле вопрос. То есть, безусловно, если мы говорим о неких стандартах работы коуча, то, конечно, согласно Европейской ассоциации, согласно Международной ассоциации, отношения с клиентом являются конфиденциальными, безусловно. С другой стороны, насколько я хорошо знаю украинское законодательство, у нас все-таки есть три тайны. Это тайна исповеди, врачебная тайна и тайна журналистского источника. То есть, если говорить о законодательстве Украины, то есть тайна коуча там отсутствует. Чаще всего могу сказать, да, по опыту, и по опыту, безусловно, своих коллег, человека, который, возможно, идет где-то в разрез с законом, или с моралью, или с этикой, видно достаточно быстро. Поэтому здесь, ну, лучшее, что я бы могла порекомендовать начинающим коллегам, просто не вступать в коммуникацию, во взаимодействие с этим человеком. Не углубляться в сессии. Да, просто сказать, что, вы знаете, я, к сожалению, не могу быть вам полезна. Вот, спасибо, что уделили мне время и попрощаться. А так будет честнее и по отношению к человеку, и к себе. Потому что, безусловно, к коучам приходят абсолютно разные люди, как и к любым другим специалистам, конечно. Ну, и ответ, наверное, для тех людей, которые приходят к специалисту. То есть, если специалист говорит вам, что лучше воспользоваться... То есть, можно, вот правильно так, можно не бояться идти и полностью раскрываться. Да, то есть, профессиональный коуч, просто те вещи, которые являются каким-то нарушением, он вовремя остановит, он это распознает. Да, безусловно. Тем более, точно так же, если вы работаете с профессиональным коучем, который обучен, у которого действительно есть сертификация, он не будет играть в терапевта, в психиатра или в кого-то другого врача. У каждого коуча есть своя зона компетенции и, как следствие, своя зона ответственности. Если он увидит, что клиенту необходима помощь иного уровня, он обязательно об этом скажет. Безусловно. Понятно, спасибо. То есть, вот в такой вопросе специализация коуча, это относится к коучинговым технологиям, или это еще одна экспертная область, совместимая с коучинговыми техниками? Ну вот, практика показывает, что все-таки, конечно, так или иначе, когда человек начинает учиться коучингу, он уже тяготеет к какой-то сфере, безусловно. То есть, кому-то интереснее работать, допустим, с какими-то семейными вопросами, а кому-то интереснее с вопросами бизнеса. Кто-то будет работать с личным развитием человека, кто-то будет консультировать семьи. Опыт моих коллег показывает, что чаще в какие-то личные отношения, семейные, идут люди, у которых есть уже бэкграунд психолога или терапевта. Они просто получают новые инструменты коучинга и могут далее эффективно работать со своими клиентами. Я в работу не беру вопросы, которые касаются семьи, любви, друзей, родственников. То есть, я работаю исключительно с вопросами личной эффективности, а значит, мотивации, целеполагания, саморазвития, поиска баланса в жизни и так далее и тому подобное. И насколько я знаю, у тебя есть очень хороший опыт и компетенции в области имиджмейкинга, пиара и так далее. То есть, это как раз очень совместимо. Если выходит разговор на то, что человеку нужно простраивать эти вещи, то есть, ты никого не привлекаешь, а можешь проконсультировать и помочь человеку сделать это самому. Безусловно. Более того, разные бывают абсолютно запросы. И я уже эффективна в таких запросах, как коуч, когда приходит клиент и говорит, «Вы знаете, я бы хотел с вами обсудить вопрос эффективности моего бизнеса в социальных сетях. Так как я являюсь консультантом в сфере SMM, я человеку честно говорю, смотрите, мы с этим запросом можем работать, либо я буду вас консультировать, это один подход и одна стоимость, либо я буду работать с вами как коуч. Просто когда мы говорим, да, вот то, с чего ты начал, по поводу того, чем отличается коучинг от наставничества, других методов, есть, безусловно, масса отличий, но своим клиентам я называю главных три. Первое – это то, что коучинг, он всегда про действие. То есть, есть масса других методов работы с человеком, но коучинг – это про действие. В конце каждой коуч-сессии так или иначе звучит вопрос, а что вы сделаете, да, что вы будете делать, чтобы изменить ту ситуацию, которая вас не устраивает. Второй момент – коучинг, он всегда про важное. То есть, если клиенты действительно волнуют вопрос, допустим, смены сферы деятельности, то именно с этим вопросом необходимо приходить к коучу. Тогда коучинг будет эффективный. Если же клиент опасается, да, как бывает, ну, сразу там открываться перед незнакомым человеком, и дает что-то такое менее значимое, то сессия, конечно, будет эффективная, но вопрос-то не решится основной. И третий момент – коучинг по умолчанию предполагает, что все ответы находятся внутри человека. Задача коуча – помочь прояснить эти ответы. Поэтому коуч никогда не дает советов, рекомендаций, не рассказывает, как правильно, как неправильно. Нет, он просто помогает человеку выйти на тот путь, который для него является наилучшим. Поэтому коучинг и консультация, они, по сути, разных два формата. А вот я правильно понимаю, что первичная сессия – это диагностика? На самом деле, вот разные коллеги мои, опять-таки, зависят от школы, где человек обучался, и от стандартов, по которым он сертифицирован. Есть разные подходы к проведению первой вводной сессии. Кто-то действительно тратит время, инвестирует время этой сессии на диагностику. Кто-то сразу идет в работу. Я предпочитаю идти в работу. То есть первичный запрос я узнаю с помощью онлайн-формы записи на сессию. Там человек уже формулирует запрос, с которым он хочет поработать. Я уже немножечко этого человека понимаю, сходя из запроса. Мы встречаемся, конечно, мы какое-то время тратим на установление контакта, на то, чтобы человек мне доверял первично, и мы начинаем работать. То есть моя задача на первой вводной сессии – показать человеку механику работы коучинга, чтобы он, в принципе, понимал, как это работает. Потому что многие, конечно, не понимают, не знают, чего ожидать, что такое коучинг-сессия. То есть мы будем разговаривать, или я буду чертить схемы какие-то. Или алявы буду говорить, вот я помню. Да-да-да, мне приснилось на прошлой неделе. То есть я просто показываю, как работает коучинг. И далее, когда у нас заканчивается вводная сессия, человек, уже имея результат, человек всегда имеет результат после коуч-сессии. Для кого-то это будут ответы, для кого-то это будут вопросы, для кого-то это будет план действий, для кого-то, возможно, это будет плюс-балл к решению, которую он давно хотел принять. Так или иначе, какой-то результат есть. И далее уже человек решает. Спасибо, я познакомился с этим методом, очень интересно, но сейчас мне не приоритетны эти задачи, поэтому я буду заниматься своими вопросами. Либо же человек решает, да, мне понравилось, я хочу, я вам доверяю как специалисту, поэтому я приду снова, давайте планировать следующую сессию. И, насколько я понимаю, вводная сессия – это, грубо говоря, формат чашка кофе. Да, безусловно. То есть, ну вот по стандартам, по которым обучена я, первая вводная сессия является бесплатной. То есть, безусловно, человек может отблагодарить, если он хочет, да, там, угостить кофе, например. Мне регулярно, что приятно, люди какие-то маленькие сувениры дарят. Я знаю, ты любишь сов. Да, да, мне часто дарят сов мои клиенты. То есть, действительно, чтобы как-то отблагодарить, и это правильно, если вспомнить о законах Вселенной, что все-таки, когда человек что-то получает, он что-то отдает. Ну, обмен, да. Конечно, но номинально эта сессия абсолютно бесплатна. То есть, деньги человек не платит. И вот следующий вопрос. Когда возникает вот та тема действия, что ты собираешься делать, часто очень возникает ситуация, я это сделаю, но потом. И вот этот потом, он бывает как-то за грудой дел, за какими-то штуками все откладывается, откладывается, откладывается. Называют обычно это умным словом прокрастинацией. Когда мы что-то делаем, делаем, делаем почту, смотрим, отвечаем и так далее, и так далее. А вот до важного дела мы не добираемся. Как бороться с прокрастинацией твои вот не коучинг, да, рекомендации, да, твои советы? Ну, на самом деле, есть абсолютно разные взгляды на такой вопрос, на такую проблему, как прокрастинация. Мне очень импонирует разделение, что есть три вида прокрастинации. Первое – это лень, когда человек вообще ничего не делает. Ни это дело, ни любое другое. Второе – это вредная прокрастинация, когда человеку нужно писать серьезный отчет, а он вместо этого подметает пол, да, то есть делает что-то менее значимое. И третий вид прокрастинации – это полезная прокрастинация, когда человек не пишет отчет, потому что на самом деле он не хочет писать отчет, он хочет разрабатывать бизнес-план своего бизнеса, ну, например. То есть, да, человек отказывается от одного дела, которое важное сейчас, но это дело его, допустим, наемной работы, да, чтобы инвестировать время в развитие своей идеи. Ну, это самый редкий вид прокрастинации, он практически не встречается среди людей. Вот. Когда мы говорим про прокрастинацию, первое, о чем я начинаю общаться с клиентом, я говорю ему, что обычно вот такое вот откладывание важных дел встречается, когда у человека есть или очень маленькая мотивация, то есть на самом деле в глубине души, он понимает, что он не хочет это делать. Ну, вот правда. Вот есть, конечно, какие-то обстоятельства, надо сделать, еще что-то, но он не хочет. И поэтому всеми возможными и невозможными способами он сопротивляется, чтобы это не делать. Это первый вариант. И второй вариант – есть огромный страх. И вот здесь зависит от того, на что ориентирован человек, да, из понятия референции. Человек ориентирован на социум, у него внешняя референция, или он ориентирован на внутренние ожидания, свои требования к себе, и это внутренняя референция. Есть огромный страх не оправдать ожидания. То есть лучше я вообще не буду делать этот отчет, ну, как бы сделаю его, конечно, через неделю, через две, через три, но так безопасней, чем сделать отчет, а потом получить критику руководства, например. Или сделать отчет, посмотреть на него, увидеть, что он не то, что несовершенен, он очень далек от идеала, и как бы тогда ты разочаровываешься в себе. То есть вот такие вещи, прежде чем работать с прокрастинацией, то есть, допустим, давать человек какие-то технологии, что делать, нужно понять, а в чем причина, почему человек это делает. Ты знаешь, вот то, что ты сейчас говоришь по поводу страха, это действительно так, вот из своей практики, да я очень много общаюсь с экспертами, которых я приглашаю в студию, вот. И вот тут вот вопрос, у меня список. Да, там 8 человек, с которыми у меня либо очень слабая связь, либо какая-то рекомендация, ну что-то есть, или просто я увидел его где-то, и вот хочу с ним пообщаться. Но еще личного контакта не было. И честно, вот час, два, три, и я не делал этот первый звонок. А потом, ну у меня было ощущение, что в тот момент, когда у меня необходимость это сделать становится уже больше, чем, собственно, страх. Не то, чтобы получить отказ, просто многие люди очень высокого уровня, вот, и они, у них все по минутам расписано, и они говорят, ну им это неинтересно уже. Им, ну, то есть, или у них это в жизни уже есть, и они очень вежливо, все, но они дают отказ, что вот это мы не рассматриваем. Оно все равно ранит, да, оно задевает, потому что ты идешь, вот, предложить, и ты понимаешь, что это вот, как-то вот, ты что-то свое, частичку своей души в это вкладываешь. Вот, я правильно понимаю, это страх? Да, условно. Страх именно вот этого отказа, и... Да, надо с этим работать. Более того, есть такая замечательная книга, которую многие считают, что она там написана одним из основоположников, в принципе, коучинга, да, Тимоти Голви в 76-м году. Часто люди думают, что коучинг вчера появился. Нет, даже не позавчера. В 76-м году он написал книгу, которая называется «Внутренняя игра в теннис». Он играл в теннис со своим тренером, и отследил вот эти вещи в себе, и потом он начал развивать, и, ну, вот, да, исследовать, и выявил, мне очень нравится его формула. Результат равно потенциал минус вмешательство. То есть у каждого человека есть потенциал, в котором мы можем работать, мы можем быть эффективны. Есть вмешательство. Так вот, Голви считает вмешательством внутренний диалог. То есть когда внутренний цензор или критик, по-разному называют, да, говорит тебе, да, у тебя ничего не получится, а тебе снова откажут, а и этот проект не получится, и денег тебе не дадут, и посмотри, вокруг бизнеса закрываются, и у тебя все закроется. Так вот, Голви говорит, что вот этот внутренний диалог гораздо опаснее и гораздо больше влияет на результат, чем реальный противник по ту сторону сетки, если мы говорим про теннис. Вот точно так же, если переносить эту метафору на реальную жизнь, очень часто наши сомнения в нас самих понижают и нашу уверенность, и нашу эффективность, и нашу мотивацию, и желание рисковать, и пробовать новое, потому что мы сомневаемся. Ну, так или иначе, просто кто-то это осознает, кто-то не осознает, но сомнения есть у каждого здравомыслящего человека. Ну, подожди, кроме сомнений, может быть, вот что делать в ситуации, если существует вот множество обязанностей, проектов и так далее. То есть, представьте ситуацию, да, есть человек, который хочет свой бизнес, но он очень классный работник, его оценят, очень такая качественно, высокооплачиваемая работа, у него множество задач, и времени на свой проект не остается. Что делать? Тут же нет вот ситуации, я боюсь, или она есть все-таки? Тут очень важный момент, в коучинге обычно задается вопрос, ну, разные есть варианты, но один из вопросов, насколько вы мотивированы сделать свой бизнес? От единицы до десяти, да, и человек говорит, на девять, я очень хочу свой бизнес, я вообще мечтаю о нем, это мечта всей моей жизни. Супер, задается следующий вопрос, а как вы оцениваете, насколько вы эффективно действуете сейчас, чтобы этот бизнес создать? Тоже от единицы до десяти, ну, если человек честно говорит, он говорит, ну, на три, ну, или там на два, или на пять, ну, чаще на три, на два, да, и задается следующий вопрос, а как вы себе объясняете, что вы мотивированы на девять, а действуете на три? и там уже зависит от вариантов ответов человека. Безусловно, есть масса внешних обстоятельств, которые влияют на нас, у нас есть обязательства перед родными, перед коллегами, перед клиентами, разного характера, обязательства, которые так или иначе забирают наше время, и это нормально, мы же живем, мы живем в социуме, да, не в изоляции. Здесь, опять-таки, если есть понимание мотивации, и она чиста, и кристальна, и понятна, и понятно, что цель истинная, а не наносная, то здесь мы уже тогда переходим к вопросу приоритетов. Почему человек не успевает, да, то есть, возможно, он действительно неэффективно распределяет свое время, возможно, ему частично необходимо делегировать какие-то задачи, возможно, ему нужно провести некий разговор в кругу семьи, и договориться, что часть обязанностей будут делать его родные, пока он занимается, допустим, развитием бизнеса. Это уже вопрос тайм-менеджмента, и здесь есть огромное количество самых разных техник, и каждый выбирает уже для себя. Я могу вот зрителям с удовольствием порекомендовать один из моих любимых инструментов, называется матрица Эйзенхауэра, просто вот в гугл забейте, посмотрите, прекрасный инструмент, и он действительно дает понимание, насколько эффективно вы распределяете свое время. Это важно и срочно, да? Да, абсолютно верно. Вот. Расстановка приоритетов, приема тайм-менеджмента, это уже второй шаг, после того, как выясняется, собственно, проясняется мотивация к тем или иным действиям, и является ли она просто произнесенной, или она находится на уровне действий, и какие-то действительно внешние факторы мешают, и с ними нужно разобраться. Безусловно. Вот. Знаешь, когда ты говорил, я вспомнил ситуацию, у меня был как-то выбор между двумя садиками, которые находятся, один гораздо, ну, рядом с домом, недалеко от дома, а второй минут 20 ходьбы обеспечивает. И я выбрал второй садик, грубо говоря, при прочих равных условиях. И как раз мотив мой, я хочу проводить больше времени с ребенком. Когда меня спросили, почему я это сделал, дело в том, что вот эта утренняя, вечерняя прогулка с ребенком наполнена событиями, мы читаем вывески, учим буквы, мы, у нас есть деревце, на котором мы смотрим, как оно постепенно распускает, как оно живет, как оно проживает там времена, года и так далее. И вот это, я правильно понимаю, что вот это вот точка приоритета, точка нахождения ответа, почему нужно, почему я так поступаю или так, почему я сделал этот выбор. Безусловно. Безусловно, у каждого человека абсолютно свои ответы на разные вопросы. Тут самое главное, быть честным с собой. Можно к оучу врать при желании, да, это, правда, не приведет ни к чему, но можно. Но вот себе врать, это очень опасно и очень дорого. То есть, если вы честно задаете себе вопрос, вот как Стив Джобс говорил, да, если я каждое утро спрашиваю у себя, если бы этот день был последний, как бы я его прожил. И если мне не нравится ответ, я не хотел бы так прожить день. И так происходит много дней подряд, я задаю себе вопрос, а тем ли я вообще занимаюсь, да. И вот если человек себе честно задает вопрос, ну вот честно, я хочу ехать на эту работу? И человек честно говорит, нет, не хочу. Да, а зачем я туда еду? Мне нужны деньги. Окей, я могу где-то взять еще деньги в других местах, кроме этой работы? Могу, но не сейчас. Почему? Потому что у меня не хватает, например, навыков. Но это уже конструктивный диалог. Или потому что у меня есть работа, которая не дает мне собственные навыки, вот цикл. А как тогда расставить приоритеты, чтобы мне и это, и это, и это, и это хочется? Как от чего-то отказаться от того, что меня греет и хочется? Кстати, здесь есть огромное количество техник. Например, известное всем колесо баланса, которое в разных вариантах, тоже вот если вдруг кто-то зритель не делал, рекомендую. Очень хорошая техника. Есть масса других подходов. Есть эксперты, которые исповедуют подход ролей. То есть, моя роль как коуча, как женщины, как жены, как личности. Я прописываю, какие у меня есть роли, и все ответственности с ними распределяю приоритеты. То есть, например, встречаться с клиентами я буду как коуч. Как коучу мне еще важно посещать там мастер-классы, общаться с коллегами, читать определенные книги, и это все затраты времени. Например, как личность, и мне интересно читать другую литературу. Я уже могу распределить. То есть, тоже прекрасный подход. Мне очень нравится в книге «18 минут» прекрасно расписано, как точно так же распределять время по своим приоритетам. Там автор предлагает пять ключевых областей выбрать для себя, и в соответствии с этими пятью областями уже распределять свое рабочее время. Так или иначе, вот если мы возвращаемся к упражнению «Колесо баланса», человек оценивает ситуацию на сейчас. То есть, например, в семье у меня все на 8, я доволен, в принципе, все хорошо, а допустим, в работе на 3, например, или наоборот, в работе на 9, а вот в саморазвитии на четверочку. Никуда я не хожу, ни книги я там читаю редко, на тренинги там тоже не прихожу, и так далее, и тому подобное. то здесь вопрос, вот в чем, чему вы готовы посвящать в ближайшее время, например, в ближайший год, во что вы действительно хотите инвестировать, в развитие себя как личности, или, допустим, в повышение своей квалификации как специалиста. То есть, вот тут вопросы к себе. Мне очень понравилось то, что вот сказано, ты очень четко сказала, не тратить время на, а именно инвестировать время в, то есть, это вот, глубинный смысл, да, то есть, наше время это самое-самое дорогое, что существует, дороже, наверное, всего, потому что является определяющим, да, и вот инвестиция времени, это же время может тебе вернуть, потому что на что-то ты начинаешь тратить меньше времени, а что-то ты, ну, как тот же самый отдых, можно 7 дней проваляться на пляже и ничего не получить, можно 3 дня провести в дыхательных практиках, йоге и так далее, и отдохнуть так, что 2 недели на пляже ну, рядом не лежат, да, то есть, качество жизни, то есть, я правильно понимаю, что коучинг повышает качество жизни? В том числе, да. Если у человека есть такой запрос, а ко мне приходят клиенты с очень разными запросами, есть запрос, допустим, разобраться в себе, когда человек просто запутался, он устал, на него слишком много сваливается и со стороны там работы и личные вопросы и что-то еще, и человеку просто нужно разобраться, да, как ты говоришь, вот расставить приоритеты, а что делать, во что инвестировать время, во что инвестировать свои ресурсы, свои деньги, да, так и, допустим, там начать с нуля, у меня есть клиенты, которые оставляют одну сферу деятельности, потому что понимают, что она бесперспективна, хотят начать с нуля, но у них тоже есть свои там стопы, страхи, что-то еще, они, допустим, хотят с этим разобраться, но безусловно, коучинг в правильном исполнении, в правильном подходе, он, конечно, человеку добавляет осознанности, то есть человек начинает лучше проживать здесь и сейчас, потому что он больше слышит себя, и что на самом деле ему хочется, и что на самом деле он готов делать, и что на самом деле он будет делать, то есть даже в очень непростых сессиях, которые, безусловно, у меня бывают, когда мы выходим с клиентом на написание плана дальнейших шагов, то люди расставляют дедлайны сами, причем без там стороннего вмешательства, они вот искренне говорят, да, вот это я готова начинать делать завтра, вот это я буду делать уже сегодня, а вот это там через неделю, например, и человек пишет, и так как в коучинге нет системы отчетности, то есть я не звоню человеку и не спрашиваю, ну что ты сделала это, просто потому что один из постулатов коучинга, это безусловная вера в клиента, коуч верит в каждого своего клиента, мы знаем, что клиенты справятся, сильные, молодцы, поэтому мы не задаем таких вопросов, хотя, конечно, если это постоянный клиент, то новая сессия, если мы работаем с тем же запросом, начинается с вопросов про успехи, как дела, что получалось, может быть, есть какие-то инсайты, это очень часто на основании вот этих домашних заданий у человека появляются новые вопросы, он говорит, а я вот пока делал это, мне пришла в голову такая идея, и сейчас я хочу поработать над ней. может даже в другом направлении, понятно. Вопрос, опять же, рекомендаций, советов, ты упоминала книги, которые помогают, ну в той или иной степени ответить на вопросы, которые возникают, прокрастинация, расстановка приоритетов, планирование и так далее. Какие книги ты бы рекомендовала слушателям прочитать? Ну, на самом деле, если мы говорим про личную эффективность, то одна из первых книг, которую бы я рекомендовала прочитать на эту тему, это, конечно, Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Это потрясающая книга, она очень глубокая, она нравится мне тем, что там дается система, что автор много говорит про ценности, про смыслы, он не дает какие-то голые технологии. Что еще я рекомендую, если вы заметили за собой склонность к перфекционизму, к каким-то завышенным требованиям от себя самих, от своих действий, очень рекомендую прочитать «Парадокс перфекциониста». Потрясающая книга, которая дает огромное количество пространства для размышлений, для новых вопросов и ответов на них. Что еще я очень рекомендую, замечательная книга «18 минут», о которой я уже говорила, она помогает прояснить некие приоритеты и определиться, во что мы инвестируем дальше. Следующая книга, которая тоже может быть очень полезна, если мы говорим про тайм-менеджмент, это книга «12 недель в году». Эта книга позволяет сократить планирование от 12 месяцев до 12 недель, и, следовательно, жить более эффективно, более наполненно. Еще одна книга, которую бы я хотела порекомендовать, и я о ней немного сегодня уже говорила, это «Легкий способ перестать откладывать дела на потом». Это моя любимая книга, которая касается прокрастинации. Там огромное количество прекрасных техник, которые можно начинать применять прямо в этот же день и действительно видеть результат. И еще из тех книг, которые могут действительно какие-то системные изменения вызвать в жизни при желании внедрять полученные знания, то есть очень хорошая книга, которая называется «Микро-решение». Потрясающая книга, которая помогает дробить большие решения на некое множество маленьких. То есть, допустим, похудеть — это большое серьезное решение, которое сложно воплотить в жизнь, а перестать есть мучное после, допустим, 14.00 или перестать есть мучное в принципе — это гораздо более простое решение. И вот автор учит вот этому искусству маленьких шагов, когда шаг за шагом, принимая и воплощая простые решения в жизнь, вы приходите действительно к серьезным масштабным изменениям в своей жизни и в своей судьбе. В ответ на последнюю книгу у меня вспомнилась такая история, вопрос, который слышал, спрашивают, «Как съесть слона?» Ответ достаточно прост. Берешь вилку, нож, отрезаешь кусочек, съедаешь его и повторяешь до тех пор, пока слон не закончится. Абсолютно верно. Именно об этом книга, как правильно нарезать кусочки, как это делается. Из того, что ты перечислил, вот две книги, которые я еще не читал, это как раз «18 минут», и у меня сразу вопрос, почему «18 минут», да? Вот, обязательно почитаю. И, соответственно, микрорешение я тоже не читал. Вот, так что спасибо тебе огромное за рекомендации, советы. Это у нас была не коучинговая сессия, а именно рассказ о личной эффективности, как ее повысить, какие существуют инструменты, вот, уважаемые зрители, это, наверное, маленький кусочек из того объема, с которым работает Ольга, с которым она работает уже не первый год и знает это и на своей практике, и на кейсах клиентов. Вот, и я думаю, что вы можете уже в дальнейшем сами пообщаться с Ольгой, тем более, что возможность как раз первой сессии, первой встречи совершенно бесплатно. Вот такое вот предложение. И огромное спасибо, Ольга, за то, что ты пришла. Если есть какие-то слова, которые ты хотела бы сказать, как раз вот время перед прощанием. Максим, спасибо за приглашение, спасибо уважаемым зрителям за внимание. Если очень коротко сформулировать некое пожелание, которое я хотела бы вам адресовать, оно звучит как «Не останавливайтесь». Вы можете разочароваться в какой-то методике, вы можете устать, вы можете разозлиться, в какой-то момент вам может показаться, что все зря. Вот самое главное в этот момент не останавливаться. Я вам искренне желаю быть успешными и эффективными. Спасибо огромное за сегодняшнюю встречу, рассказ, ответ на вопросы. И я думаю, до новых встреч. Спасибо огромное, Ольга. Спасибо, Максим. Уважаемые зрители, на этом наше интервью, наш рассказ о личной эффективности окончен. И до ближайших встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok